Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это краткий выпуск новостей мира The Isle of Rima. Ну а перед началом я, как обычно, хотел бы поблагодарить всех наших спонсоров канала за вашу месячную поддержку. Спасибо, ребята! Ну что же, наверное, многие из вас уже успели прочитать еженедельные новости от разработчиков, а именно то, что творилось за кулисами в течение долгого времени, и к чему на данный момент мы пришли. Ну а также перед началом хотелось бы поблагодарить в этом выпуске пару людей, которые предоставили некоторую информацию. Это Pinky и NakeNet. Итак, что же сказал Punch? Что все типы кустарников и пальм были завершены. Большинство остальных видов флоры, которые все еще находятся в производстве, представляют собой различные типы деревьев среднего и высокого класса. Однако эти деревья не используются животными, которые в настоящее время присутствуют в игре. Поэтому они, вероятно, будут представлены позже, поскольку система диеты охватывает каждое существо как настоящее, так и будущее. Это механика, которую мы всегда будем добавлять, особенно когда некоторые запланированные системы будут запущены. Также, помимо всего этого, они работают над некоторыми окончательными дополнительными настройками системы запаха и стремятся устранить некоторые ужасные проблемы, связанные с ними. Также они выполнили некоторые задачи дорожной карты для системы переломов обновления номер 4. А что это может обозначать? Верно, четвертое обновление уже близко. Давайте сразу я отвечу на постоянные вопросы на стримах, которые вы мне пишите в личку в Дискорде, ВКонтакте. Первое. Карта будет совершенно новая с четвертым патчем. Друзья, карта видоизменится, какой вы ее смогли видеть на QA Surrounds и не более. Второе. Кто из следующих хищников будет после выпуска Траадона? Будет ли Аллазавр? Сто процентов следующим динозавром в игре будет Церрата. Аллазавр планируется, но не так скоро, как вам хотелось бы. Да, на дорожной карте Аллазавр был когда-то, но сейчас там конкретно показан Церрата с некоторыми имеющимися механиками. Это, наверное, самый извечный вопрос. Полноценно начнет добавляться второй тир, и это только радует. Третье. Почему динозавр в игре появляется без заполненных нутриентов и с малым количеством еды в желудке? Это сделано для того, чтобы игрок максимально быстро погрузился в атмосферу игры, а не получил на халяву все нужные нутриенты и пошел спокойно просиживать штаны в кустах со своим динозом, спокойно раститься и выживать. В принципе, пока что по вопросам все, это самые глобальные, которые задаются мне неоднократно. На этой неделе также нам показали анимацию ослепления Троадона гипсилофодоном. И честно, если приглядеться, у Троадона будет способность стряхивать желудочный сок с глаз и морды. Обратите внимание, как он быстро реагирует на плевок и двумя лапками как будто избавляется от плевка гипси. Ну а теперь максимально попрошу вас примкнуть к экранам. Да, совершенно верно. На Акьюалити Асараундс в полную меру разработчики тестят людей. Совершенно верно. Скорее всего, тестят механику, передвижение, анимацию. Нет пока что каких-то определенных скинов людям. Но это не значит, что людей не будет до Нового года. Я могу ошибаться, друзья. Я не разработчик, а всего лишь подаю ту информацию, которая мне известна с источников офф-дискорда и самих разработчиков. Ведь как-то Панч уже предупреждал заранее в одном из своих прошлых выпусков, я говорил об этом. Люди в игру выйдут недоработанными в первых патчах. Не ожидайте увидеть что-то сверхъестественное. Это сделано для того, чтобы игрок смог понять, хотя бы на первое время, как будут выглядеть люди в игре и представить, примерно какой будет геймплей с ними. Ну что же, это, конечно, все интересно. Ну а теперь давайте расслабимся и посмотрим на следующие интересные кадры, которые, возможно, уже кто-то видел. Ведь мир The Isle of Rima очень узок. Так же, как и контент стримеров и ютуберов. Из увиденных кадров ясно можно сказать пока что одно. Появление Рекса в игре на первых стадиях даже как бота будет невероятным событием комьюнити Эврима. Ну а теперь хочу дать внимание вашим ушам на получение расслабления от будущих криков Трайка и Акрокантазавра в игре. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и напоследок, наверное, хотелось бы завершить наш краткий выпуск новостей. А именно о системе гнездования, которая выйдет пятым патчем и которой команда начала заниматься еще быстрее. Примерные кадры, которые вы сейчас увидите, возбудоражат наши умы и сердца любителей мира Эврима. Надеюсь, что данный выпуск новостей вам понравился. Ты обязательно поставишь пальчик вверх, подпишешься на канал и нажмешь колокольчик. По поводу последнего подписки. Друзья, по статистике я заметил, что около 40% смотрящих наши выпуски новостей смотрят без подписки. Обязательно, обязательно подпишитесь, ведь это огромный стимул для нашего канала снимать для вас больше интересных новостей и видео, проводить больше стримов по Айл Легаси Эврима. Пока что в мире Айл Эврима ничего сверхъестественного не происходит. Мы все находимся в ожидании чуда выхода обновления номер 4, 4 и 5. Поэтому следите за каналом, где вас в дальнейшем будет ждать еще больше информации по Эврима. Всем приятного выживания. Всем пока-пока.